Представители Северновинского лесничества, экологи и журналисты региона побывали сегодня в Куртяево. В 2001 году этому уникальному месту угрожал сильнейший пожар. Его удалось потушить буквально в километре от урочища. В 2003 году началось восстановление соснового бора. Руководитель Северного лесничества показывает уникальный природный памятник Куртяево. После пожара 2001 года выгорели огромные территории соснового бора. Спустя два года начали процесс лесовосстановления. Сегодня специалисты проверяют, как чувствуют себя маленькие сосны. Здесь были использованы сеянцы сосны, выращенные в теплицах Северодвинского лесхоза. Их возраст был тогда на день посадки всего один годик. Они буквально были сантиметров 10-15 в высоту. Вырубка лесов – еще одна причина, по которой проводят лесовосстановление. Ежегодно уничтожается более 60 тысяч гектаров леса. Впервые за пять лет восстановленная площадь равна вырубленной. Но просто посадить деревья мало. Необходимо очистить их от лиственных пород. В противном случае хвойные будут в тени и не смогут вырасти. Как мы с вами видим, результаты работы положительные, потому что именно деревья у нас освобожены от лиственных насаждений. Поэтому я считаю, что все идет в соответствии с проектом рубок-ухода. В этом году лесовосстановительные работы проведут на площади 61 тысяча гектаров. Большая часть восстанавливается силами арендаторов. Они обязаны делать это по условиям аренды участка, на котором производят вырубки. Остальную часть посадок проводит Единый лесопожарный центр. Работы производятся с июля по октябрь. Артур Ромих, Семен Самигулин. Вестник. Северодвинска.